даже не знаю как приветствовать всех но сегодня 24 февраля произошло самое ужасное что могло случиться в мире никто наверное еще до сих пор не понял 12 часов назад примерно в 5 часов утра российская армия атаковала украину и к сожалению это не путин виноват а это произошло потому что коллективный путин в лице россиян позволил сделать это российскому руководству то что произошло это что сейчас происходит не укладывается в голове россияне атакуют все города украины начиная с юга атакуют города мариуполь николаев херсон житомир это север украины атакуют суммы атакуют харьков были взрывы в ивано-франковске и то что мы думали что это никогда не произойдет а это произошло это просто по это просто цензурными словами объяснить нельзя как можно в 21 веке мир цивилизации развитых технологий когда люди все образованные могут общаться друг с другом совершить такое преступление против человечества это просто это звери это дебилы это сумасшедшие люди под надуманным предлогом какого-то денационализации какая национализация что чем о чем они говорят какие нацики что это такое это просто был придуманный предлог бандеровцы да это просто бред сумасшедшего никто национализм это настолько это все было придумано люди в панике выстраивается конечно банкоматом хотят снять деньги наличные я понимаю людей очереди на заправочных станциях я еду сейчас по городу ужгороду и я надеюсь и уверен на много процентов на 99 процентов что выстрелов и ударов по ужгороду не будет потому что мы находимся во но совсем на границе со словакией и граница евросоюза члены нато здесь находятся совсем у границ но то что ну не словами описать даже просто не знаю что что говорить всем кому интересна моя информация пытаюсь донести что это просто это бестолковая без наглая подлая боевые действия настолько агрессивно и если мир проглотит это все если то что сейчас происходит пройдет русским просто так тогда верьте что война дойдет и до парижа до берлина не думайте что можно будет отсидеться где-то там за границей если сейчас россию не остановить будет катастрофа мировая и я считаю что 24 февраля это начало третьей мировой войны это просто катастрофа это безумство безумство русских я думал что русские не поддерживают то есть большинстве своем оказывается у меня есть родственники белоруссии и мой шоу гор это муж моей сестры пишет такие заявления что вообще я не хочу просто цитировать его потому что он не противный настолько подлый и одурманенный пропагандой человек это родственник который вы там не знаю и голубыми обзывает и не знаю нациками чего только унижаете народ вы православие выжимы так кто вам дал право так говорить какое мы суверенное государство мы никому не желаем добра ни на кого не нападаем мы мы на своей территории мы мы живем своей жизнью своей экономикой у нас нормальные человеческие отношения между людьми никто никого не унижает я я украинец но говорю на русском языке никто мне слово не говорит что почему как то у нас вообще в уже один много цена многонациональные общины есть венгры словаки немцы цыгане но никто никогда не был никаких конфликтов я прекрасно знаю я жил в городе строй строю кстати бандера степан бандера учился в школе то есть там вообще национализм и даже были это конечно такие там почитаемые люди и дальше но о таком жестком национализме как это преподносят пропагандистские средства массовой информации просто как как русский солдат русский офицер который сидит за управлением боевых машин как мог поддаться на такую пропаганду как мог атаковать украину это просто это просто это агония русского государства это просто это это сволочи это просто наглые подлые люди я говорю что это все ну может не сто процентов но большинство русских это такие вот это коллективный путин напал на украину и весь мир содрогнется если не даст отпор этому обезумевшему дьяволу так что поддержите украину люди не пропускайте мимо нас мои друзья есть цивилизованный мир поддерживает нас у меня есть друг в венгрии он сам ко мне позвонил говорит что если что-то надо обращайся звонит друг из словакии говорит приезжайте мы поможем разместим вас люди цивилизованные понимают а вы русские вы дикари быть дикари вас нужно не знаю ваше государство но на земле не нужно это вы 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 творите на земле горе страдания посмотрите как живет цивилизованный мир и все ваши руководители живут там деньги хранят в долларах евро и тем не менее хаят этот запад хотя запад тоже я скажу не весь италия поддерживает россию так же самой венгрии поддерживает и там еще некоторые страны то есть все говорят что не не давайте будем еще держаться не даст россии надо дружить они вас ненавидят они просто хотят заработать и хотят жить так же самое богато как и вы но у вас тысячелетняя история вы добились это своим трудом своим мозгами а русские хотят от вас это все забрать так что кто смотрит меня поймите что происходит ужасное на земле я например говорю слова как будто бы это во сне я не верю что происходит это сейчас это я взрослый человек мне уже скоро 60 и как бы я прожил неплохую жизнь мне как бы уже моя душа спокойно я увидел мир пожил красиво богато сейчас просто мне жалко своих детей своих внуков потому что у них вся жизнь кажется еще впереди и казалось бы что надо им как-то пожить так будь проклята россия с вашими русскими солдатами вы сволочи гады сдохните все военные которые пришли на нашу территорию гореть вам в аду вам бог которого вы верите вам это никогда не простит вы вы изверги антихристы дьяволы будьте вы прокляты